Друзья, всем привет! Мы продолжаем снимать наш видеоблог. Сегодня у нас в объективе отделение лёгкой атлетики группа метателей. Поехали! Легче надо приходить. Пам-пам по накатанному. Тренер у меня очень крутой. Кроссы осенью, это просто. А зачем метателям кроссы? И сейчас у нас такая разгрузка, сейчас чуть пометаем, потом пойдем в зал, штангу чуть-чуть протонизируем. Софья, скажи, пожалуйста, как при таких внешних данных тебя занесло в метание диска? Хотелось. Мне очень нравилась лёгкая атлетика. С прошлым моим тренером попробовали ядро, копье, потом остановились на диске, ну там так, 35 метров метала. Все, потом встретила Андреевича, говорю, вот хочу тренироваться у вас. Я вообще в другом городе тренировалась, участвовала художественную гимнастику, бальный танц, ну такое все. А потом мы переехали в Петербург, и вот я говорю, мам, хочу лёгкой атлетикой заниматься, и всё. И меня отвели. Ну, вот ты, говоришь, встретила Андреевича и поняла, что это твой тренер. Давай немножко про тренера скажем. Тренер у меня очень крутой. Здравствуй, тренер. Добрый день. Привет. Калина Иванович. Мы вас не ожидали сегодня увидеть на велосипеде. Тренер в отличной форме приезжает на тренировку на велосипеде. Разминка зовут успеха. Поэтому я никогда не разминаюсь. Что самое нелюбимое для тебя в тренировке? Бег. Бег? Вообще бегать нелюбимое. Кросс осенью, это просто. А зачем метать твоим тросом? Ну, сердечко чуть-чуть. Как по фупе, да? Да. Осенью у нас кроссфит. Это тоже я не очень люблю. То есть всё, что связано с выносливостью, там её надо терпеть, оно всё не твоё. Не про меня. Терпение это вообще не про меня. Ну, мне нравилось. Я хотела снимать, а потом что-то как-то, ну, в людных местах я как-то стесняюсь. А что стесняться-то? Ну, не знаю, все так смотрят. Я поснимала, там, в поезде мы ехали, там, пару тренировок, а потом что-то забило. Ну, понимаешь, вот этого-то и не хватает. А знаешь, почему именно спортсмен должен это делать? Потому что спортсмен носитель знаний. Он как первоисточник. Всё остальное это уже будет либо повторение, ранее сказанное, либо подражание. Ну, видишь, у нас ещё индивидуальный вид спорта и как бы методики, методики, всё такое. Ты думаешь, ты кого-то чем-то удивишь? Каким-то суперметодическим, инновационным подходом? Нет, я нет. Мне кажется, тренер думает, что да. Ну, допустим. Ну, вот давай про методические подходы. Что вот сегодня по плану? Сегодня метание. И сейчас у нас такая разгрузка. Сейчас чуть-чуть пометаем. Потом пойдём в зал. Штангу чуть-чуть протонизируем. Ну, так, там, до двухповторного максимума. Сегодня вроде взятие. Мы увидели, как ты сделала халявную разминку. Сейчас ты взяла диск. Ну, сейчас чуть-чуть его покручу. Ага. Пожонглирую, да? Да. Потом с места пометаю чуть-чуть подводящих упражнений. И всё. И потом с поворотом метаем. Какие самые характерные травмы для метателя? Ой, ну, грудные рвут. Ну, мужчины, потому что у них снаряд 2 килограмма. Так, у меня проблема с приводящими. Я постоянно, ну, не постоянно, а вот всю зиму. И по осени у меня была проблема, что постоянно там надрыв. Право-дево. Что нужно делать, чтобы избежать этих травм? Закачивать, закачивать, закачивать. Замечание было такое, что таз уходит, вверх остаётся. Скажи, пожалуйста, в этом возрасте и вот в этом возрасте тебе ещё нужно корректировать технику или этот процесс, он бесконечный? Бесконечный, вообще бесконечный. Да? Да, в моём случае так вообще мне надо постоянно набрасывать, набрасывать именно технически, а я постоянно стараюсь глупить. А, то есть ты пытаешься за счёт силы? Ну, да, просто. Вот. Потому что, допустим, зимой мы сидим около сетки. Ну, там что, сетку я набрасываю так. Технически. А летом осенью-весной выходим, и думаю, ну всё, сейчас, 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 и ничего не получается. То есть не хватает сектора, да, постоянно? Конечно, лучше бы, если бы мы там на сборе постоянно круглый год сидели и метали. Тренер. Ну вот, София, так давно тренируется, и всё равно надо шлифовать технику каждый раз. Движение очень сложное, и даже самые опытные спортсмены всё равно на фоне утомления теряют контроль над какими-то элементами, поэтому постоянно нужны взаимодействия с тренером. Ну, казалось бы, одно движение. Что там? Неужели нельзя его шлифовать? Есть определенные нюансы. Вес снаряда не меняется. Это же не штанга, где вес может меняться, техника ломаться. Ну, в общем, необходима постоянно контроль и, ну, какие-то дополнительные имитационные движения, отрабатывать ключевые звенья. Это лучшее похвала. Если он так делает, значит, вообще просто пушка. Есть какие-то такие ключевые факторы, которые, ну, вот можно сказать, этот человек метатель. Рост, я думаю, метателей мелких мало. Допустим, если ребенок приходит, да, там с детства, как бы видишь, либо он такой худенький, мяленький. Ну, все равно доработать можно со всеми. Я была не особо перспективной. Я там весила 55 килограмм. Вообще была таким стручком. Не знаю, как тренер, конечно, взял меня не тренировать. Но взрывные качества, вот такие врожденные, как это оценить сразу? Сказать, иди попрыгай. Сразу видно, да? Да. Я с места прыгаю до 80. Это хороший результат. Для метателя? Да. Ну, и вообще, в принципе, для прыгана, я думаю, для спринта, ну, именно от девушки, да, это хорошее. Со входа стопа стоит, шагнула через нее. Добавляю вращение на носке. Бока такси. Ну, ладно, сейчас разомнемся. А это еще разминка? Да. Ну, я же, видимо, разминаюсь. Сейчас первые 10 бросков надо размяться. Ладно, только тренеру надо задурить об этом. Небольшой захват, но вовремя остановилось. Я туда пронесу. Условно, не готовься плечами к финалу. По накатанной идешь туда до самого конца, только ножками обгонять. Такие ошибки, они характерны для всех, ребят? Или это вот у Софии есть какие-то? Да я бы не стал всех обобщать. Ну, все-таки, наверное, у каждого своя какая-то особенность есть, индивидуальная. От темперамента зависит, от физиологических каких-то особенностей, антропометрических данных. Ну, то есть даже в технике есть какие-то общие звенья, да? Но все равно нет такого, что эталонная техника, да, в метаниях. Зик, начинаешь. Сейчас как? Да, Женя, это не надо было снимать. И все, легче надо приходить. Пам-пам, по накатанным. Ну, что? Нормально. А, хорошо, слоишь, да? Вау, вообще. Идет? Штанга лучше держит, чем в метании. Шведка метает, в моем возрасте, 56 метров. Ну, там, под ветер, конечно. Но все равно он с груди толкает 93 килограмма. А вот тренер нам, Иван Андреевич, говорил, что нет корреляции между результатом метания и со штангой. Ну, это такой вопрос очень. Тонкий. А мы сейчас поставим этот момент. Я склоняюсь, что определенных модельных характеристик нету. Все индивидуально. Ну, каждый свой темперамент. Кто-то более такую мягкую конституцию имеет. Ну, я все время своим ученикам говорю, не надо привязываться к цифрам. Кто-то приседает 300 килограмм, да, и метает 50 метров. Кто-то приседает, там, 120-130 килограмм, и метает 70. Сейчас потолкаем с грудей. А, со стоек? Да, наверное, да. Поехать, чтобы на грудь не врать. Видишь, какие вопросы были. Профессионал получается. Конечно, получается. Соня говорит, что больше всего не любит бегать. Ну, есть такое, да, все приходится напоминать. Такая, наверное, позиция. покачаться. Сильным это не надо бегать. А что там бегать? На бицепс, говорит, поподнимать немножко. Как говорил один коллега царственную невестную, метатель должен бегать два круга вокруг круга, и этого достаточно. Мы сейчас находимся на стадионе центра спорта Книгского района. Мы когда были на чемпионате города Палехо-Адельский, ты говорила про устройство сектора, что он должен стоять как-то по ветру. Он стоит не по ветру. Чаще всего дует боковой. Допустим, мы метаем по осени, весне. Тут ветер сильный, поэтому диск обычно задувает, не очень удобно метать. Сегодня погода хорошая, жарко только. А как он должен стоять? Если говорить про стадион, он должен стоять либо с этого угла, да? Ну да, так было. с этого угла. Потому что, допустим, в Америке все сектора ставят специально по ветру, чтобы диск подальше летел. А подожди, а на соревнованиях? На соревнованиях там когда как. То есть для тренировки лучше поставить по ветру? Да, да, конечно. Что, что сейчас происходит, расскажи? Ну, разбегиваем ноги. Чуть-чуть разбегиваешь, почему бег трусцовой просто побегаешь? Не, иногда я бегом трусцой, но мне больше спринг нравится. ну тебе не хочется терпеть, тебе побыстрее сделать и отвалить, да? Домой. Если говорить о психотипе метателя, что это за человек? Он должен быть очень терпеливый. Я потому что смотрю, работаю достаточно монотонно. Метнул, забрал, вернулся, еще раз, вот туда-сюда, потом в зал поехал. То есть тренировка длится долго? Часа три с половиной, так, да. Не, ну мне нравится тренироваться, штангу я люблю делать, прыгать, метать, а если сравнить метателя, допустим, ну вот опять же там про психотипы вот с, допустим, спринтером, со стайером? Ну, они такие, мне кажется, как-то поэнергичнее мы ходим такие все постоянно на расслабовании, на чиле. Тяжелые, да? Да, они такие стоят. Поживее? Да. Давай мы подведем итог сегодняшней тренировочной сессии. Хорошая тренировка, техническая чуть-чуть не получилось, ну так, поэтому так. Ну тебе успехов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok